российские ученые провели тестирование своего оборудования установленного на марсианской научной лаборатории и и отправили красной планете 4 месяца назад детектор альбедных нейтронов или сокращенно дан исправен ни старт ни космический путь в миллионы километров ему не повредили аппарат пролетел половину пути до марса в расстоянии сейчас точно не скажу но где-то около 60 миллионов километров вот и для вот где-то вот на этой отсечке было принято решение то есть она заранее закладывалась что нужно как бы грубо говоря включать по включать приборы понять вообще как старт прошел то есть все ли приборы выжили и так далее вообще как себя чувствует марсоход станция curiosity по русски любопытство прилетит на красную планету в августе и совершит посадку в кратер гейла возле экватора диаметр кратера 150 километров по мнению ученых он образовался после падения метеорита три миллиарда лет назад это один из глубоких кратеров на марсе возможно когда-то заполнен водой именно прибор дан должен подтвердить или опровергнуть эту гипотезу в научном сообществе долго обсуждалось еще куда садиться было выбрано по общему количеству моментов несколько кратеров с точки зрения научно которые интересны вот сейчас выбранную кратер гейл и посадка будет производиться туда то есть там и и вода может быть и минералы интересны и собственно состав грунта интересен прибор дан состоит из двух блоков один генератор нейтронов 2 детектор пока марсоход любопытно будет колесить по кратеру дан пучками нейтронов будет расстреливать на метровую глубину марсианскую поверхность нейтроны не то что ударяется они проникают глубь поверхности на глубину доме они там гуляют 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 и в итоге выходят на поверхность чем больше воды в грунте тем больше замедляется нейтроны в этом грунте и мы собственно это будет быть просто этим прибором видим проекте по исследованию красной планеты участвует пять стран российских ученых из института космических исследований пригласили американские коллеги после совместного эксперимента на луне три года назад тогда российский прибор лент установленный на американском спутнике тоже искал лед исследования показали луна вовсе не каменная глыба там большие заряжи льда так называемых холодных ловушках это такие низменности может быть от ударных кратеров в окрестностях северного и южного полюса куда никогда не попадают лучи солнца сейчас специалисты определяют в каких районах луны и марса больше воды которая очень важна для будущих инопланетных баз